Дарова братаны, с вами Лобстарс, это Литл Грин Геол, и сегодня мы продолжаем проходить, и саренчик, в прошлый раз я напиздел, мы еще не выходили на рут. Как оказалось, первый выбор, тупо, ни на что не влияет. Так что, продолжаем. Да, все хорошо, почему ты спрашиваешь? Ну, не знаю, беспокоюсь просто. Очень мило с твоей стороны. Нет, просто вчера от усталости ерунда померещилась, представляешь, словно в парке из кустов вылезла точно такая же школица, как я, в нашей форме, с такой же прической. Я у медсестры была сегодня, думала, может это плохой знак, уже думала, уже думала, какие вещи в больницу брать и на кого обязанности оставить. Мне стало стыдно и неудобно, я-то знал, что она видела именно то, что описала, свою точную копию. Но она посмеялась, сказала не переутомляться и спать побольше. Это говорит от усталости. Ты, я смотрю, и вправду очень устаешь. Ну, в смысле? Хочешь сказать, что я выгляжу изможденной? Она улыбнулась и поправила волосы. Да не-не-не-не-не, просто сюда никто за час не зашел, а значит, почти все тянешь сама? Рано еще, старосты после уроков приходят, а насчет того, кто сколько делает, так работы очень много, всем хватает. Она мечтательно улыбнулась и посмотрела на календарь. Ничего, кончится учебный год, буду неделю отсыпаться, а потом неделю на даче сидеть. Никакой информации, никаких компьютеров, никаких бумаг. Странное желание, да? Мне нравится, я бы тоже не отказался от такого отдыха, особенно неделю на даче. Да и сестре было бы полезно, не отлипает от компьютера. Говоришь, как будто ты ей не брата, а отец? Ну, а че делать? Папа работает много, мы считай одни. Вот ты привык роль родителей играть. Даже какой ответственный. Она помолчала, крутя карандаш в руках. Насчет изоляции, сестры, знаешь, можно что-нибудь придумать? У меня там места много. Если захотите, то можете приехать в гости. Родители там почти не бывают, а мне скучно одной. Она сказала все это как бы в шутку, но при этом очень внимательно смотрела на меня. Дача, с такой девушкой, без родителей, лето, да это же мечта. Ох, рискуешь ты, я ведь человек простой, как возьму Аньку в охапку да приеду. Давай-давай. Кристина сделала паузу, затем улыбнулась и продолжила. У нас там грядки, не полоты, заборы не крашены, в доме беспорядок, две пары рук не помешают. Вот ты какая, а я-то думал. Что, передумал? Да не дождешься. Вот ведь. Ну ладно, тогда недельки через три съездим. Так учеба закончится, я тебя видеть не буду, вдруг у тебя планы изменятся. А мы созвонимся. Не получится. Я притворно вздохнул. Вот почему вдруг? А у меня твоего телефона нет. Ой, точно записывай. Я достал из кармана свой телефон, но он был выключен. Я думаю, почему папа дозвониться не смог. Я нажал кнопку включения, но мобильник жалобно пискнул и подмигнул мне надписью «Батарея разряжена». Ничего не понимаю, только утром на зарядку ставил. Ничего бывает. Она быстро написала номер на бумажке и протянула мне. Набери меня, когда зарядишь. А у тебя какой номер? Я попробовал вспомнить свой номер, но так и не смог. Ну что за глупости? Нет, конечно. Придется подождать до вечера, я свой номер так и не запомнил. Договорились. Она улыбнулась, взяла чашки и отправилась к дверям. Посиди здесь, я сейчас приду. Она вышла, а я сидел и не мог согнать с лица идиотскую довольную улыбку. Даже если дальше будет стирание памяти, похищение летающей тарелкой и зондом... Хотя нет, зонды не надо. Почему они всегда делают отсылки на Картмана? Вскоре Кристина вернулась с помытыми чашками. Со вздохом осмотрела стопки бумаг, сложила одну из них в сумку. Ладно, порядок более-менее навели, остальное дома доделаю. Столько бумажек под конец года. Ну вот, и еще и... Ну, вот и еще урок позади. Фюрер не ворчал, что меня нет? Кристина с нажимом поправила меня. Павел Павлович сказал, что этот прогульчик все равно сдаст зачет побегу, так что пусть не радуется. А потом отпустил нас обоих, взял обещание присмотреть за тобой. Ох, не нравятся мне эти его слова. Ну да ладно. Ладно, мне на французский, тебе на английский. Через урок увидимся. Она улыбнулась мне, сделала несколько шагов в сторону лестницы, потом повернулась. Ром, спасибо большое, что помог. Мне стало неловко, знала бы она, что я перед этим все и разнес. Ну, че теперь переживать? Ох, Ромка, твоя подружка это что-то с чем-то, да, Яна? Видел бы ты ее. Ничего особенного. Я напрягся. Че случилось-то? Что? Да она меня на стометровке почти обогнала, разница меньше секунды, понимаешь? Не совсем. Ты ведь не бегунья, че тут такого? Так она стартовала на две секунды позже. Так что городской, не городской, а рекорд школы точно побила. Пал Палыч был в восторге. Почему ты не рассказал, что встречаешься с легкоатлеткой? Да не встречаешься ни с кем, мы едва знакомы. Да? Мне вот незнакомые парни почему-то формы не стирают. Кстати, надо бы забыть закинуть сегодня... Не забыть закинуть сегодня в стирку. Мы не встречаемся, мы просто живем в одном доме. Чего? Стэйс, в одном многоквартирном доме. Ну вот, я уж тут такого нафантазировала. Она повернулась к Яне. Яна, вот как нам тебя заманить в секцию легкой атлетики? А то капитан выпускается в этом году, остальные бегуны средненькие. Мы ни одних соревнований не выигрываем. Я не могу. Я ведь не отстану. Стэйс, она правда не может и уедет скоро. Да, жалко, раз так, ничего не поделаешь. Стэйс вздохнула и разочарованно вернулась на свое место. Я нарушила маскировку? Не думаю. Главное, больше рекорда не стави, ладно? Я больше не буду, я не хотела. Просто мы построились и нас со Станиславой вызвали первыми. Я не смогла определиться, как быстро мне нужно бежать. Ничего страшного. А что вы делали с Кристиной? Ничего, убирались в кабинете, кофе попили, поговорили. Хорошее начало. Жаль, Барсик не смог это заснять. Барсик? Че еще за Барсик? Мы поговорили со Станиславой, со Стасей, про домашних животных. Она любит мелких хищников, кошек. У нее дома живет несколько, ты знал? Ну, слышал, да. Я случайно проговорилась, что у меня тоже есть домашнее животное, и она спросила, как его зовут. В библиотеке имен первое было Барсик. И я не совсем понял. Нам периодически придется обсуждать робота вслух. Словосочетание вспомогательный дроид может быть подслушно и вызвать подозрение. Условное обозначение Барсик понижает риск нарушения секретности, и... Она сделала паузу. Мне доставляет удовольствие называть его так. Кажется, это приближает меня к пониманию эмоций. Робот, названный кошачьим именем. Нелогично, но приятно. Ну, не хуже другого. И что, этот Барсик теперь будет постоянно крутиться где-то рядом? Я не знаю. Пока что он действует по программе, составленной Алексой. Пока я не могу сказать точнее. Ладно, что там дальше? Дальше я советую тебе проводить Кристину до дома, а я попробую присоединиться к группе девочек и послушаю, о чем они говорят. Их разговоры очень информативны, и могут дать полезные данные о Кристине. О Кристине! Стася поможет мне влиться в их социум. Нет, не так, в компанию, правильно? Да, будь осторожна. Если что, я всегда могу стереть им память. Че? Ты же говорила, что... Это шутка. Я прошу, не шути так, ладно? Я ведь не знаю, что ты можешь, а что нет. Это немножко пугает. Это легко исправить. Сейчас вокруг много посторонних, а вечером можешь спросить, и я отвечу, если смогу. Это не запрещено. Что... Что вам разрешено... Что вам разрешено рассказывать о себе землянам? Не разрешено, но и не запрещено. Такого еще раньше не случалось, поэтому ситуация попадает под категорию на усмотрение исследователя. Она подумала и добавила. А я не вижу ничего плохого в том, чтобы ответить. Нормас. После очередного урока я хотел было лично... Хотел было и уединиться с книжкой, но меня снова отвлекли. Рома, ты не хороший человек. Вызвать бы тебя на дуэль, да шпаги нет. Не знаю, что там случилось, но это точно не я. А о чем ты вообще? Это новенькая. Вы ведь знакомы, почему ты скрывал от меня такую красавицу? А мы не особо знакомы. Так, родственница соседки. Вот как. Очень необычная девушка. Я насторожился. Сколько я знаю Юру, у него был ветер в голове, и сейчас его пронисательность настороживала. А что тебе кажется странным? Сам посуди. Она прошла мимо меня, а заговорила с тобой. Это очень странно. Конечно, он шутил. Природа щедро наделила его баскетбольным ростом, приятной внешностью и, вдобавок, легкомысленным, но добродушным характером. Большая часть наших девчонок сохла по нему, но он не уделял никому из них особого внимания. Даже я не знал, нравится ли ему кто-нибудь. Ээээ, кто-нибудь. К своей популярности у девушек он относился спокойно и с иронией. Просто я в её вкусе, а ты нет. А что, так тоже бывает? Он беззлобно рассмеялся, а потом внезапно сменил тему. А куда ты на физкультуре пропал? Фюрер сначала ворщал про прогульщиков, а потом Кристина пришла, что-то ему сказала. И он молчал весь урок. Да так, Кристине помогал. Посидели, кофе попили, поговорили. Вот как. Кристина, значит. Рома, у тебя совесть вообще есть? Мало того, что новенькая с тобой всё время проводит, так ещё и с Кристиной кофе распиваете. Ещё Стаси для полного комплекта соблазнем. И всё, лучшие девушки класса твои. Как она тебе, кстати? Стаси, нравится? Вопрос застал меня врасплох. Она симпатичная. Она симпатичная. Замечательно. А то я, может быть, решу за Яной приударить, а ты всё портишь. Ну не сочиняй, а? Тебя послушать так у меня гарем. А с Яной, если хочешь, познакомлю. Выберемся куда-нибудь. Втроём, после уроков. Он странно посмотрел на меня и с улыбкой покачал головой. Нет, не надо. На самом деле, она мне совсем... Она не совсем моего типа. Но за предложение спасибо. Он посмотрел мне за спину. О, а вот и Кристина. Я пойду. Не буду вам мешать. Юра быстро отошёл к дальнему окну. Я проводил его взглядом. Стесняется, что ли? Или ревнует? Вот уж чего не ожидал. Кристина прошла мимо, кивнула мне и приветливо улыбнулась. Только когда она зашла в класс и присоединилась к кучке одноклассниц, я понял, что не предложил ей пойти вместе домой. Глупо-то как. Совсем вылетело из головы. Ещё один учебный день подошёл к концу. Я спустился к главному выходу. Оглянулся по сторонам. Кристина, где же она? Приняв как можно более небрежный вид, я прислонился к стене и стал поджидать нашу старосту. Сейчас она спустится и... Кого-то ждё... Ты кого-то ждёшь? И она подошла ко мне и сейчас стояла с бесстрастным лицом. Кристину, ты же сама сказала. Мы же вместе были столько времени. Ты что, так её и не пригласил? Не вышло. Вот стою, жду. Плохо. Я отойду, чтобы не мешать. Потом нам нужно будет кое-что обсудить. Она отошла на несколько метров и сделала вид, что изучает стенд со школьными объявлениями. Кристины всё ещё не было. Минутная стрелка медленно ползла по циферблату больших часов, висячих над входом в школу. Наконец, почти 20 минут спустя, я решил сдаться. Я подошёл к Яне и легонько потянула её за ремешок сумки. Думаю, она не придёт. Она таки не появилась? Нет. Что ты сейчас чувствуешь? Что-что? Глупо себе чувствую. Слушай, может не сейчас, а? Прости, не хотела тебя расстраивать. Я пойду домой. Если она подойдёт, расскажешь мне потом, хорошо? Она не выражала эмоций, но я почему-то подумал, что мой ответ был ей неприятен. Это, извини, я... Наверное, разочарован. Понимаю. Она помолчала, затем добавила. Углеводы хорошо поднимают настроение. Моему телу они тоже нужны. Углеводы... Сладкое, что ли? Да, я хочу пойти поесть мороженого. Пойдёшь со мной? Я настолько безнадёжен, что инопланетная девушка предлагает мне снять депрессию мороженым и сама приглашает. Ну, почему бы и нет. Пойдём. Я знаю одно кафе. Там отличное мороженое. Это место я нашёл, когда подыскивал, куда бы пригласить Кристину. Пусть мы сюда пока и не сходили, но мороженое здесь было действительно очень вкусное. Уголки губ Яны едва заметно приподнялись. Я рада, что ты согласился. В одиночку я бы не решилась. Слишком много непредсказуемых ситуаций. Официантка поставила перед нами по большой прохладной вазочке с холодным десертом, украшенным всякими вкусностями. Яна осторожно подделала его ложечкой, осмотрела, а затем принялась аккуратно есть, словно самая обычная девушка. Знаешь, немного странно, что ты ешь мороженое, да ещё и оно тебе нравится. Кафе было полупустым, наш столик стоял в самом дальнем углу, так что послушать нас не могли. Оно вкусное. Нам тоже нужна еда, отдых, питьё. Кстати, тебе, ну, ничего из наших продуктов не повредит. Нет, не волнуйся. Если я начну есть целые лимоны, то мне станет нехорошо. Ещё мне лучше не прикасаться к кое-каким веществ... соприкасаться с кое-какими веществами, но они очень редки. И я могу обнаружить их присутствие. Просто Алекса сказала, что твой куратор пострадал из-за того, что его облили каким-то напитком. Не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь. Тебя это беспокоит? Почему? Я ведь не человек. Ну, не знаю. Мне кажется, что так правильно. И вообще, ты выглядишь как девушка. А это вызывает желание тебя защищать. Я понимаю твою мотивацию. Скажи, я привлекательная? По вашим меркам. Да, очень. Тогда понятно. Парни из твоего класса уделяют мне много внимания. Это затрудняет маскировку. Алекса ведь просила не броская внешность. Прости. Не хотел тебе усложнять задание. Просто мне очень понравилось это фото. Вот я и... Я справлюсь. Главное, уложиться в срок, отведенный для исследования. А если не успеешь? Мне придется покинуть планету, не завершив задание. А разве нельзя задержаться? Это невозможно. Она помолчала, а потом добавила. Очень вкусно. Не знаю, как этот вкус ощущает твоя одноклассница, но теперь я понимаю, почему они с таким восторгом обсуждали поход в кафе. Алекса еще кофе любит. Ты тоже? Никогда его не пробовала. Еще мы это исправим. Пара минут и перед нами очутились две небольшие чашечки, спускающие с надшебательный аромат. Алекса права, очень вкусно. Жаль, у нас эти зерна не смогут расти. А как там у вас? Извини, об этом я не могу рассказать. Рассказывать. Жалко. Хотел бы я увидеть другую планету. Не думаю, что тебе там понравилось бы. А вдруг? Смотри, твои друзья. Она показала в сторону окна. Мимо прошли Стаси и Юрий. Мой друг тащил на плече две сумки сразу. Стаси держала его под руку. И им явно было весело. Кажется, ты выбрала не тот объект для наблюдения. С ними все было бы проще. Интересно. Интересно. Я не знал, что они встречаются. Девочки обсуждали Юрия. И они тоже не знают про Станиславу. Но... Она сделала паузу, отпила кофе и продолжила. По-моему, я не ошиблась с выбором. Оу-оу. Она встала и потянулась за кошельком. Я запла... Я заплачу. Не нужно. У меня достаточно денежных средств. Нужно-нужно. Почему? Я ведь... Ага. Не человек. Я помню. Считай, что я на тебе тренируюсь. Для будущего, походу, с Кристиной. А что? Ты меня изучаешь? Я на тебе практикуюсь. Все по-честному. Ты сейчас серьезно? Нет, конечно. Я все еще не понимаю вас. Пойдем. Нужно обсудить кое-что. А что они там будут обсуждать, узнаем уже в следующий раз. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok